День Города 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 водителям говорят, уже уехал. Или вот прошлогоднее видео. На Северное окружное водитель Рено Дастер тоже не пропускает машину скорой медицинской помощи. Авторы ролика написали, что ехала машина с включенной сиреной и световым сигналом. Плюс просила через громкоговоритель уступить дорогу. Бригада спешила на ДТП, в котором пострадал ребенок. Уже после стало известно, что водителя Рено Дастер привлекли к административной ответственности. Штрафу в 3000 рублей. Сотрудники госавтоинспекции напомнили, что непредоставление преимущества транспортным средствам экстренных служб может привести к трагическим последствиям, так как для спасения жизни человека важна каждая секунда. На улице Черновицкой построят площадку для собак. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Начальная она же максимальная цена контракта 3 миллиона 750 тысяч рублей. Проект реализуется в рамках программы поддержки местных инициатив. Появится площадка на зеленой зоне, за домом 27, корпус 3 по улице Черновицкой. Контракт предусматривает установку тройного барьера, тоннеля и балансира для собак. Также на площадке установят 4 лавочки и 5 урн. Работы по благоустройству должны быть завершены до 10 октября 2023 года. Спонсором ежедневной информационной программы «День города» является выставка продажа икра и рыба Камчатская. Вкусные и свежие морепродукты к вашему столу. Все это можно приобрести у торгового центра «Премьер». Фестиваль «Небо России» уже стал для Рязани традиционным. Ежегодно в регионе собираются десятки любителей воздухоплавания. До фестиваля осталось всего 20 дней. Он пройдет с 6 по 14 августа в Спасском районе. В этом году большая часть полетов запланирована над Окской поймой в районе Старой Рязани. Как и раньше, воздухоплаватели приглашают полюбоваться массовыми стартами аэростатов всех желающих. Координаты точек старта будут сообщать в социальных сетях перед каждым полетом. Помимо спортивных полетов будут проведены рязанские воздушные игры. Это самые зрелищные и неформальные соревнования на тепловых аэростатах. Правила выполнения заданий созданы Львом Борисовичем Мавриным в 2009 году. Рязанские воздушные игры запланированы на 10, 11 и 12 августа. Вечерние полеты в эти дни пройдут в развлекательно-игровом режиме. Соскучились? И я тоже. 6 и 14 августа. Эти скошенные поля, эти замечательные стажки ждут вас. Приезжайте с нетерпением. Ждем. В этот раз фестиваль будет проходить дольше обычного. Запланировано целых 9 полетных дней. Кстати, стать причастным к легендарному фестивалю и окунуться с головой в романтику воздухоплавания может практически каждый. Фестивалю нужны волонтеры. Водители и помощники по сборке и разборке аэростатов мужчины и волонтеры для работы на фестивальной площадке девушки. В минувшие выходные прошел футбольный турнир, посвященный рязанскому тренеру Евгению Моченову. Несмотря на дождливую погоду, в нем приняли участие 5 детских и 5 взрослых команд. Подробности турнира далее в сюжете. Эти аплодисменты звучат в память о Евгении Моченове. Три года назад рязанский тренер ушел из жизни. Все свое время мужчина отдавал детям и футболу. В память о нем его воспитанники ежегодно организуют турнир. У него действительно очень много сотен, наверное, воспитанников в городе Рязани и за пределами города Рязани. Все люди учтят память великого тренера, приходят ежегодно, несмотря на погоду. Сами видите, как бы дождик. Для нас он был второй отец. То есть мы занимались непростые 2000-е годы, поэтому была жесткая дисциплина, никто не курил, ни какого там, извините за рождение, гнилого слова не было. Все приходили на тренировки, за игры, он на игры собирал за час до игры. То есть как бы была прямо именно такая жесткая, жесткая дисциплина. На поле футболисты прошлого и настоящего. Самым молодым игрокам всего по 10 лет. Среди старшего поколения те, для кого Евгений Моченов был вторым отцом, наставником и другом. В своих воспитанниках тренер взрастил не только любовь к футболу, но и желание идти светлой дорогой. На самом деле это человек с большой буквы. В первую очередь он воспитывал не профессиональных футболистов, он такой цели не преследовал. А в первую очередь он из нас, из дворовых ребят делал людей. Воспитывал, можно сказать, как второй отец он у нас был. И чтобы всегда был опрятный внешний вид, подстрижены, чтобы были проглажены, постираны. Воротничок чтобы был, чтобы всегда гетры у нас на месте были. Соответственно, следил за нашей культурой общения, никакого мата, только здоровый образ жизни. На памятный турнир в качестве болельщиков пришли и друзья детства Евгения Моченова. Они тоже с гордостью вспоминают, каким футболистом и человеком был рязанский тренер. Какой он замечательный товарищ был. Играл он очень прилично в футбол. Но вот так вот носик-то этот свой никогда не задирал. И так вот, такие, такие ребята, эти ребята простые, с рязанских окраин, прочие там жили, по переулкам где-то. Но эти ребята были любимцы города. Вот сейчас многие, никогда, вот команда мастеров не играет при таком скоплении зрителей. На них ходила вся Рязань. Их все знали. Человек жив, пока о нем помнят. В этом дружеском турнире для каждой из команд важна не победа. Гораздо более значимо то, что дело Евгения Моченова продолжает жить. Многие из его воспитанников сами стали футбольными тренерами. А это значит, что Евгения Алексеевича по праву можно назвать тренером с большой буквы. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Икра и рыба Камчатская снова в Рязани. Выставка продажа морепродуктов, свежих и вкусных, которая полюбилась многим рязанцам до 22 июля включительно возле торгового центра «Премьер». Лето, время легких перекусов, свежих фруктов и ягод, многие отказываются от мяса, и чтобы восполнить белок в организме, необходима рыба. Эта пища и легкая, и полезная. И помимо белков, организм получит необходимое количество минералов, витаминов, жирных кислот. Морская рыба особенно богата всеми веществами, которые так важны для нормальной жизни и здоровья человека. На выставке продажи икра и рыба камчатская морепродукты прямиком с Камчатки, без заморозки. Особый способ доставки даже в летнюю погоду гарантирует свежесть и сохранность вкусовых качеств, а также всех полезных веществ. И это подтверждают десятки довольных покупателей. Именно здесь? Ну не знаю, тут выбор хороший. И свежие все. Да все знают и все приходят. Все хорошие. Свежие. Ну просто мне нравятся эти продукты и все. 35 видов рыбы. Нерка, омуль, белорыбица, чавыча, палтус и красная икра. Холодного и горячего копчения, слабосоленое. Попробовать можно прямо здесь. Продавцы любезно предоставляют продукцию к дегустации, ведь скрывать им нечего. Своей продукцией здесь гордятся. Поэтому морепродукты с выставки продажи покупают к праздничному столу, а также чтобы порадовать близких и родных. Жена, она немножечко, скажем так, любит это все. Ну в общем, она поручила мне это сделать. Чавыча, очень хорошая рыба здесь. Ипера немножко такая, но всегда была дорогая. Поэтому, да все нормально здесь, что. Рыбка, вот, белорыбицу я беру очень хорошую, она тоже. Не сравните ее тут, как у нас продают на рынке там или где-то. Вот так в основном, что. Хорошая продукция. Не первый раз беру, да, конечно. Я приезжаю, будем говорить, не часто, но приезжаю. Не первый раз. Мне нравятся эти продукты и все. Икорку я беру для себя. За что их вы любите? Потому что это морепродукт, и мне он необходим. Приобрести лучшие морепродукты высокого качества и непревзойденного вкуса можно до 22 июля включительно возле центрального входа в торговый центр «Премьер». Икра и рыба Камчатская ждет вас. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова